Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои прекрасные зрители! Я приглашаю вас с собой в прогулку по Москве. Прогулка, я еду на экскурсию, которая называется «Огни большого города». И это будет экскурсия по Москве дореволюционной. Будет рассказано про эпоху модерн, арнуво, о близке бриллиантов и хруста французских булок, о Саве Мамонтове и Вере Ферсановой, о Есениной Сейсидоре, Дункан, о Кисе с Остапом и Огни шикарных. Нас будут сопровождать Огни шикарных пассажей с историями о том, как швыряла деньгами налево-направо Москва до октября 1917 года. То есть мы будем в районе Кузнецкого моста, самой гламурной улицы Москвы и в прошлом, и в настоящем. приглашаю вас с собой на экскурсию. Всю экскурсию, конечно, снимать не буду, потому что она, ну, занимает много времени, два часа. Но постараюсь показать вам все самое интересное, и чтобы вы проникли с этой вечерней праздничной атмосферой города. Гламурной. Кузнецкий мост – одна из самых красивых и самая загадочная улица столицы. Древний народ московский назвал это место Неглинным верхом. Позднее Неглинный верх стал у москвичей прозываться Кузнецкой горой, потому что здесь ютился длинный ряд кузнец и убогих из кузнецов задворками, огородами и другими хозяйственными принадлежностями. В старину на Кузнецком мосту действительно существовал мост. Мост это был деревянный, очень плохой, но в царствовании Елизаветы Петровны в 1754 году через Неглинку был выстроен каменный. Мост был сломан после нашествия французов. Своя красотой и постройками, Кузнецкий мост обязан поселившемуся здесь русскому боярину графу Ивану Ларионовичу Воронцову. Кузнецы тогда замолкли, потому что вся кузнецкая слобода поступила в его власть. И граф построил шесть каменных домов и при них разбил английские и французские сады, накопал пруды, поставил оранжереи и прочие усадебные постройки. С XVIII века Кузнецкий мост был центром модных французских лавок и святилищем роскоши. Сюда съезжался весь цвет московского бомонда, чтобы купить модные вещички, а потом, недалеко не уезжая, ими же здесь и пощеголять. Ездить в французские лавки на Кузнецкий стало любимым делом московских франтов и щеголей. Кузнецкий мост превратился в модное место гуляния, к которому каждую минуту подъезжали роскошные экипажи. Трудно было понять, где вы, в Москве или в Париже, ведь вокруг раздавались исключительно французская речь. Недаром Фамусов с негодованием восклицал. А все Кузнецкий мост и вечные французы, откуда моды к нам и авторы, и музы, губители карманов и сердец. Когда избавит нас творец от шляпок их, чупцов, и шпилек, и булавок, и книжных, и бисквитных лавок. И так сложилось, что там начала после этого моста селиться французская колония. Когда после Великой Французской революции многие французы бежали из Франции, то какая-то их часть осела у нас в России. И облюбовали они себе. Вот здесь это место, когда в 1812 году Наполеон подвижался к Москве, то их отсюда частично депортировали. Кто-то попретался в ожидании французской армии, кто-то напрямую пошел. И французы даже не шкули эту часть Москвы, они взяли ее ходоохрану. Потому что здесь жили французы. Французы здесь жили, у них имущество, у них здесь были и бассейны. Они же снабжали всю Москву европейским платьем. Только когда уже новое поколение выросло, которое уже не помню, что такое отечественная война, то есть это кто-то из чужих рассказывал, стали эти вывески появляться. Ну и опять же... А так, в первое время после войны вывесок французских... Здесь не французских, здесь не должно быть. Русские вывески были. Русские были, да, только на русском языке. Никакого права... Да, после этой, да, после этой войны. Вот. Ну и в дальнейшем улица становится сборищем со средоточением модных магазинов всевозможных. Бор обуви до головных уборов. Естественно, в основном это Европа. Первый русский магазин. Он появился здесь вот в конце 19-го века. Именно из русских материалов. Ну и, конечно, самый главный символ вообще Крузнецкого масла. Один из таких... Сразу же выделяется на фоне такого мощного европейского стиля. Это доходный дом Третьихого. Это вот этот, да? Да, доходный дом Третьихого. Построен он был. Третьихого покупают здесь участок в 1791 году. Их родственник, архитектор Каминский, который был женат на сестре Третьихову, выстраивает им вот это здание, которое служило для Третьихого фактически московским офисом. А доходный дом, это они квартиры сдавали? А не квартиры, они сдавали помещение. Помещение. С правой стороны, вот то, что идет улица Рождественникова, здесь находилась... Эту часть здания арендовал Лионский банк. А-а-а. Вот. Причем очень хитро было помещение сделано Каминским. По завершении рабочего дня камера, где лежали деньги, хранились деньги, они... Она затоплялась водой. Специально она такая была... висела как-то в воздухе на специальных приспособлениях. Э-э-э. Механизмами подавалась вода из реки Неглинной. И... Э-э... Получалось, что в эту камеру просто невозможно было попасть никоим образом, э-э... только если... пока не спустишь воду. Ну, а... Вот. Э-э. С левой же стороны находились, э-э... торговые лавки, магазины, а сами Третьиховы достаточно скромно здесь обретали, то есть, э-э... хотя здание было большое, красивое, но они им очень мудро распоряжались, что... себя они показали с одной стороны, но... все-таки доход из... они все-таки любви были коммерческими, доход из него извлекали совершенно замечательный. Вот. Э-э... В советское время здесь были редакции газеты журналов разнообразных. В самом начале 20-го века это Московский международный торговый банк Лазаря Полякова. Поляков был один из ведущих банкиров Российской империи, богатейший человек, и построен это здание очень было с таким интересным очень принципом, архитектор Семен Эйбушиц. Вот. Но уже тогда большую роль играло не только кто архитектор, но и какие-то технические новинки. Например, проектирование торговых залах здесь осуществлял инженер Владимир Шухов. Потому что начало 20-го века это время технических всяких всевозможных нюансов и новинок. И ими тоже гордились и показывали для того, чтобы показать свою состоятельность, умение вести бизнес. В 1901-м здесь было открыто кафе, где не было совершенно обслуживающих персонала, а можно было бросить деньги в автомат, взять рюмку, там наполнить вином, как у нас сейчас в пользовании быстрого. Точно так же еду можно было заказать. Вообще это интересно. В 1901-м кто бы знал, что уже такие автоматы будут, да? Это дом, который вы видите напротив, построен в 1993-м году. Вообще это место принадлежало издревле еще 17-го века тверским архиепископом и называлось Тверское подворье. В 1993-м году префектура ЦАУ столица подписала контракт на реконструкцию архитектурного ансамбля 17-го века, но исполнитель места восстановления зданий просто снес 4 постройки, выстроив вот этот офисный центр. От былого ансамбля осталось лишь главный дом с палатами, который я и предлагаю вам посмотреть. Главный дом Тверского подворья представляет собой прямоугольные двухэтажные каменные белые палаты, которые выстроены были во второй половине 17-го века. Фасады зданий украсили скромные белокаменные наличники завершениями в виде кокошников и угловыми и промежуточными лопаточками, венчающими и междуэтажными изумительными карнизами. До 1770-х годов в ансамбль Тверского подворья входила церковь Арсений епископа Тверского, известная с 1690-го года. Согласитесь, ведь очень красивое здание и мне оно напоминает какие-то может быть сказки или какие-то декорации к фильмам о нашей истории. Вообще очень интересно. Но особенно мне нравится лестница красивая белокаменная. Но кстати, это большая редкость в то время, потому что в основном лестницы строили деревянные. А почему эта лестница построена и ведет именно ко второму этажу? Потому что все священнослужители жили именно на втором этаже. Ну а первый этаж был для хозяйственных нуж, для проживания прислуги. Кстати, в других зданиях в XIX веке Тверского подворья арендовали помещения английский магазин, польский магазин, принадлежавший Генгеру и предлагавший канцелярские принадлежности, магазин по продаже оптики немцев Зальцфиша и Зегера. В самом начале XX столетия здесь размещались магазин по продаже восточных товаров под вывеской Японии, молочный магазин Бландовых, книжные магазины Петрова Тихомирова Курнина, вегетарианская столовая, кстати, булочная конденсерская Иоганна Бертельса и в одном из подвалов дома находился ресторан Венеция, который упомянут в книге «Москва и москвичи» писателя Гелировского. А мы с вами продолжаем прогулку. И сейчас я вам предлагаю пройти Кузнецкому мосту с другой стороны от сквера разбитого у Большого театра, перейти на ту сторону, полюбоваться Малым театром и подойти, пройти, посмотреть на красивейший ЦУМ. Он очень красив по вечерам. И в выходе из ЦУМа со стороны Кузнецкого моста на противоположной стороне улицы мы видим роскошный прекрасный дом протянувшийся от Петровки до Неглинной. Здесь долгое время работала гостиница под разными именами в зависимости от владевшего ею хозяина. Шора, Лейпциг, Россия, Франция. Фасад дома украшен множеством львинок, головок и фигурок, напоминающих младенцев пути. Ну, помните, скульптура обнаженных мальчиков, присутствующих при оформлении в стиле Ренессанс. И в классической архитектуре того времени. Так вот, в конце этого дома, где проходит улица Неглинная, а под ней, как вы помните, спрятан в коллектор река Неглинная, находится тот самый мост, через которого и названа улица Кузнецкая. Он начинается где-то тут и дальше идет вот так. То есть, более того, его в Лужковское время был момент, когда его раскопали. Это такой каменный мост с арками. С ним долго думали, что делать. Даже была идея, может, здесь музей сделать археологический. Но что-то с музеем не срослось и в результате мост закопали для будущих поколений. Удивительно, но факт. Старый средневековый мост ровно вот здесь под дорогой и люди, которые переходят по пешеходному переходу, по факту переходят через реку по старому мосту. Неглинная, Петровка, было построено порядка десяти пассажей. На небольшом участке было около десяти пассажей. Ух ты! Да, здорово! Пассаж это, в общем-то, прообразы современных торговых центров. От французского слова прогулка, то есть ушли от привычных плавок. Но осталось пассажей не так много у нас. Петровский пассаж, да. не так. Деньги, Не так. Не так. Не так. Субтитры создавал DimaTorzok В 1906 году пассаж открыл свои двери как торговая галерея. Здесь располагались лавочки более чем 50 торговцев, и здесь можно было найти как французские шелка, и галантерею, так и армелад, и сладости. После революции ситуация поменялась, и начиная с 1918 года здесь были снесены все торговые помещения, и на базе пассажа организовывались уже промышленные цеха. После 20-х годов в Петровском пассаже в годы НЭПа был открыт аукционный дом, и именно здесь проходил аукцион... Да, если бы Киса Воробьянинов не прокутил деньги накануне, то он со Стапом Бендером на этом аукционе купили бы все 12 стульев, и их приключения закончились. А сейчас вы увидите слева центральный детский мир, а справа знаменитый отель «Совой», в котором останавливался оседора Дункан во время своего визита в Москву. В 1958-1988 годах он назывался Берлин. Он открыл двери первым гостям в историческом центре Москвы в 1913 году. Открытие отеля было приурочено к празднованию 300-летнего юбилея Императорского дома Романовых. Само название отеля произошло от герцогства Савоя, располагавшегося во французских Альпах и славившегося великолепием замков и огромными состояниями их титулованных владельцев. Усилиями потомственного почетного гражданина, купца Александра Александровича Михайлова, отель стал излюбленным местом отдыха российской знати. Отель спроектирован известным русским архитектором Виктором Величкиным в величественном стиле ампир, а интерьеры ресторана с искусственной живописью и лепниной стилизованы под рококо. С момента своего основания Савой стал неотъемлемой частью одного из самых фешенебельных районов Москвы, центром деловой и светской жизни города. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы были со мной. Конечно, мне удалось запечатлеть и рассказать только о части интересных зданиях истории, но все впереди. Я вам желаю всего самого хорошего. До встречи, мои дорогие!